О упрямлении планарных графов. Есть на плоскости нарисован граф, у которого рёбра это непрерывные кривые, которые пересекают эту кривую. То есть вершины, конечно, не могут сводиться, а пересекать эту кривую не могут. То тогда можно всю эту картинку непрерывно продеформировать так, чтобы рёбра стали прямыми отрезками. Ну то есть у вас есть какой-то такой хитрый граф. Оказывается, что совершенно не было необходимости вот в таких вот манёврах. Оказывается, можно взять и нарисовать граф. Я уже не буду сейчас делать, я буду попытаться сами. Нарисовать граф, у которого рёбра будут настоящие кривые отрезки. Оказывается, из форма Эймера эту самую диалеку Фари легко вывести. Во-первых, если вам дали какой-то вот такой граф, то можно считать, что все его грани – это треугольники. Объясняю, почему. Здесь есть такая весящая решена. Мы просто прорисуем ещё ребро. От того, что вы выпрямите ещё и это ребро, потом вы его сотрёте, нарисуем ещё вот такое ребро, нарисуем ещё такое ребро. И таким образом, рано или поздно, мы добьёмся, что все грани действительно превратятся в кем. Значит, можно считать, что мы индукцией по количеству вершин, доказывая, что граф, у которого все грани, в том числе внешние треугольники, можно проинформировать, чтобы все орёбы стали в рамках. Отлично. Давайте вспомним, что у нас даёт формула вершинка. Мервершин минус ребер плюс грани – это два. На этот раз все грани треугольники. Давайте поймём, что это означает. То есть у каждой грани три ребра. Поэтому, если вы три умножите на количество грани, то это будет удвоенное число ребра. Ведь каждое ребро – это ребро двух грани. Значит, мы можем с вами вместо Г подставить 2 третьих Р. Хорошо. В минус Р плюс 2 третьих Р – это 2. Таким образом, В минус 1 третьих Р – это 2. И что это означает? Что для количества ребер у нас формула. Упроянное количество вершин минус 6. Прямо обратите внимание, количество ребер меньше, чем 3В. Если бы у нас из каждой вершины выходило 6 ребер или больше, то в таком случае совершенно ясно, что у нас количество ребер было бы больше или равно, чем 3В. Потому что каждая вершина давала бы на минимум 6. Ну, а на 2 на 2, потому что у каждой ребра два конца, да? Значит, вот эта форма, Р меньше, чем 3В, дает, что существует вершина, из которой выходит меньше 6 ребер. Отлично. Давайте такую вершину нарисуем. Сейчас нужно уже это убирать в ряд. Господа, предположим, что есть вершина, из которой выходит ровно 3 ребра. Другая картина. Они могут быть те же тревые, как угодно. Вот есть вершина, из которой выходит 4 ребра. Они тоже могут быть сколько-то тревые. Итак, вот есть вершина А, есть другая вершина. И, наконец, вершина, из которой выходит 5 ребер. Это 3 ситуации, которые я должен откроет. Проще всего обсудить ситуацию, когда есть вершина, из которой выходит 3 ребра. Да, единственная еще одна приятность. Мне как бы не считать, что это на границе происходит, или мне считать, что это происходит не на границе. Потому что, в принципе, картинки могут немножко различаться, в зависимости от того, а может быть, вот эта точка на самом деле лежит на границе всей нашей конструкции. Ну, хорошо. Давайте сначала пусть точка А не на границе. Вот первый случай, самый простой. Господа, нет ничего проще. Мы стираем точку А вместе с этими тремя ребрами. Получается просто треугольник. После этого мы эту картинку всю деформируем, чтобы все отрезки стали прямыми. Ну и присовываем там 3 прямых отрезка. А потом деформируем назад, смотрим, куда она пришла. Отлично. Отличная ситуация, абсолютно начинка. Теперь другая ситуация. Когда такая точка, смотрите, что я могу сделать. Я могу стереть точку А. Но тогда граф у меня уже перестал стоять только из треугольников. Ничего страшного. Я врисовывал бы сюда такой фальшный граф. Теперь граф состоит из треугольников. Его попрямляют. У меня члеугольный край может быть выпуклой, может быть, не выпуклой. Ну, если она выпуклая, то я просто врисовываю сюда точку А, и все хорошо. Если же она не выпуклая, я все равно нахожу такую точку. Вот сюда точку врисовываю и возвращаю ее на место. Все отлично. Так, теперь пятиугольник. Какой бы у вас ни был пятиугольник, просто убрать точку с этими руками, просто врисовать фальшный граф. получится какой-то прямой уже пятиугольник. И в этом самом прямом пятиугольнике вот надо понять, что верна такая левая. Какой бы у вас ни был пятиугольник, найдется внутри него точка, из которой все вершины видны. То есть точка, из которой можно прямыми отрезками добраться до всех пяти вершин. Ребята, ну самое простое, просто приснуйте и убедите, что действительно так. Вот для шестиугольника, это просто неправда. Потому что, когда вы берете треугольник, пробить здесь вот в сторону, соответственно, здесь вот пробить в сторону, и там вверху пробить в сторону, и получится такой шестиугольник. Раз вершина, два, три вершины, четыре, там где-то далеко, пять вершин, шесть. И здесь уже не будет. Потому что, если вы хотите до этой вершины добраться, то вы должны находиться в мужском таком вот угле. И здесь вы должны находиться угле, и здесь. И эти три угла имеют пустой пересечения. Для шестиугольника, это неверный факт, а для пятиугольника вверху всегда найдется такая точка. Замечательно, замечательно. Теперь давайте посмотрим, что я сделал. Я объяснил вам все ситуации, когда точка расположена где-то внутри фигуры. На самом деле, если немножко подумать, можно доказать, что такая точка всегда найдется. Но не хочу. Я лучше скажу так. Господа, если точка находится на границе фигуры, просто все эти случаи давайте быстренько разберем заново. Итак, у меня есть какая-то фигура, 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 фигура. И вот нашлась точка, из которой выходит ровно три ребра. Что я делаю? Вот эта точка А, из нее выходит три ребра. А одна из совершенно нечного треугольника. Граф сложно устроен вот здесь, а из точки А выходит вот такая. А здесь что-то сложное, сложное, сложное. Так, слушайте, у меня вообще проблем нет. Я просто, когда бросил точку А, то у меня остался треугольник. Так? А когда у меня остался треугольник, я его, значит, упрямляю, все замечательно, и после этого получаю просто треугольник на плоскости. И нужно доказать, что когда есть треугольник на плоскости, то можно одновременно из одной точки увидеть все три вершины. Правда, можно. А все это вообще не будет. Поехали дальше. Пусть точка А лежала на границе, и из нее выходило четыре отрезка. Давайте посмотрим, бывает и такое. Точка лежит на границе, и из нее выходит не три, а четыре отрезка. Вот замечательно. И здесь что-то такое сложное, ужасное, какой-то граф, все это сложное, сложное, сложное. Хорошо. Если я сейчас просто отпущу эту точку, то у меня возникнет проблема, потому что я говорил, что граф, с которым я работаю, должен состоять из одних треугольников, а здесь будет четырехугольник. Но вот здесь уже нужно фатш-репт. То есть я беру, соединяю вот эти вот две вершины ребром и отбрасываю мою... Итак, давайте я вот эту точку назначу А, а это были точки Б, С, Д, ФЕ. Я добавил ребро БТ. В таком случае всю картинку можно выпрямить. У нас получится Б, С, Д, это какой-то треугольник. От точки Д дальше идет Е. Дальше у нас отрезок В, Е. Все замечательно. Ну и здесь что-то такое сложное. Вот эта фигура, она как-то интересно сложную строит. Много всяких отрезков и так далее. Хорошо. Что же я сейчас могу сделать после того, как все это выпрямилось? Наверное, я могу просто точку А поставить где-то здесь, вот близко от вершины Д. И тогда из нее видна и Д, и С, и В, и Е. Сюда я могу поставить точку А в случае. Так, и последнее. Это тоже крайне просто. Если у нас уже не А3, а Б, С, Д, Е и еще какая-то точка Ф. И есть какая-то точка А. Так, вот она, точка А, случайно попавшая на границу всей фигуры. Из точки А выходит 5 ребер. Ну, господа, тогда все просто. Мы вводим в вашу ребра Б, Д и Д, Ф. Убираем все ребра из точки А. И тогда возникает после выкрепления треугольник Б, Д, Ф. Возникает треугольник Б, Д, Ф. А в этом треугольнике есть точка С и точка Е. Соответственно, нужно будет точку А взять вот здесь, вот на продолжение, если близко вот этого угла. Тогда из нее будет видна и точка С, и точка Е, и В. Все, я случай закончил перебирать. Теорема А3 доказана. Теорема А3 доказана. Теорема А3 доказана.